Когда у вас шелушится кожа, растрепалась укладка и покраснение на подбородке привлекает лишнее внимание, чувствовать себя уверенной и красивой будет сложно. И дело здесь не только в том, как вы выглядите, но и в том, как вы себя при этом чувствуете. Ведь наш внешний вид и внутреннее состояние очень взаимосвязаны, а значит, не стоит пренебрегать ни одним из них. Поэтому сегодня я хочу поговорить с вами о том, как можно стать красивее и женственнее и поделиться не только полезными бьюти-лайфхаками, которые помогут стать чуточку привлекательнее внешне, но и психологическими советами, которые помогут ощутить ту самую внутреннюю уверенность и красоту. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Стиль. Не знаю, как вы, но лично я все детство выглядела как модель с обложки журнала белорусского трикотажа. Яркие анималистичные принты, несочетающиеся цвета и фактуры и прочие изюминки, от которых трудно было отвести взгляд адекватному человеку. Откуда у меня вообще появлялись друзья? Думаю, вы сами не раз замечали, находясь где-то в кафе или в магазине, что девушка может иметь достаточно непримечательную внешность или не носить макияж, но правильно сочетая одежду, ее привлекательность увеличивается раз в 10. И наоборот. Поэтому теперь, когда я наконец имею контроль над своим гардеробом, я стараюсь выбирать минимализм, светлые тона, а также по возможности инвестировать в покупку хорошей обуви, сумок и аксессуаров. И с таким гардеробом, скажу я, довольно сложно прогадать. Общение. Вы, наверное, замечали, что первый раз, когда видите человека, он может показаться вам не очень привлекательным. Но потом стоит только немного с ним пообщаться, и ты уже не хочешь расставаться, а хочешь привязать его чем-нибудь к себе и говорить, пока не обсудишь все на свете. Мы принимаем решение о том, хотим видеть человека в своем кругу или нет, исходя из того, насколько приятно и легко с ним общаться. Наверное, поэтому самыми привлекательными и интересными женщины всегда считались те, кто умел слушать. Не зацикливайтесь только на себе, а будьте внимательными, искренне интересуйтесь и поддерживайте собеседника. Тогда вы точно станете желанным человеком в любой компании. К вам будут прислушиваться, ждать встречи и с удовольствием делиться своими мыслями и секретами. Поэтому не стоит пытаться радикально изменить свою внешность, но востремиться к гармонии и лучшей версии себя мне кажется хорошим вариантом. Внутреннее состояние. Чаще всего, когда мы говорим о красоте, то первое, о чем мы думаем, это внешность. И это, наверное, правильно, потому что, как говорится, встречают по одежке. Но когда мы буквально озабочены нашим внешним видом, то начинаем забывать, что красота все-таки начинается изнутри. Наверное, это происходит потому, что разобраться со своими мыслями и поменять что-то там намного сложнее, чем просто накачать себе попу, например. Хотя эти два процесса все же похожи. И там, и там для результата важна постоянная и регулярная работа над собой. Кстати, о своем инстаграме я делюсь полезными и интересными фишками, которые узнала из книг, обучений и от множества специалистов, с которыми работала. В общем, все то, что помогает мне стать лучше. А вообще, я уже давно начала замечать, как сильно внутреннее состояние влияет не только на настроение, но и на образ в целом. Например, после похода к парикмахеру. Когда я, наконец, убрала секущиеся концы или сделала укладку, то именно в этот момент я чувствую, что я как будто бы стала держателем секрета красоты. Я думаю, многие из вас в этот момент чувствуют себя так же. При этом я могу быть в каком-нибудь обычном спортивном костюме и старых кроссовках. Но, как ни странно, именно в это время я искренне нравлюсь себе, и именно в этот момент со мной чаще всего пытаются познакомиться или делают комплименты. А все потому, что женственность, по крайней мере для меня, это не всегда про короткое платье и высокие каблуки. Это еще и энергия, которая отличает тебя от других и делает по-настоящему красивой. То, что заставляет нравиться себе, радоваться и транслировать состояние во внешний мир. Вообще, в моей жизни было время, когда я совершенно не чувствовала гармонии с собой. Я боялась быть непонятой, никак не могла найти собственные ценности и определиться с планами на жизнь. Тогда я ощущала постоянное внутреннее беспокойство. И вот эта внутренняя борьба, она очень сильно выматывает, но ничего не решает. Поэтому сейчас я уже не жду, когда наступит мой локальный Армагеддон, а на регулярной основе работаю с психологом. И тем, кто тоже хочет научиться понимать себя и свое желание, или избавиться от страхов и комплексов, я хочу порекомендовать один из моих любимых сервисов Zygmode Online. Все специалисты сервиса — профессиональные психологи с высшим образованием, опытом работы более трех лет и регулярно подтверждающиеся квалификации. На заполнение анкеты вы потратите не больше двух минут, и платформа подберет вам самого подходящего под ваш запроса специалиста, чтобы найти с ним дожелаемого результата. Расписанием занятий можно управлять через личный кабинет, и есть возможность перенести встречу без потери денег. А по этому промокоду два первых занятия в сумме будет стоить как одно — всего 2490 рублей. Делайте скриншот промокода и записывайтесь на сессию. Удобство. Когда мы общаемся с человеком, то, конечно, можем иметь какие-то несовершенства на лице или в образе, но запомним мы его больше по манере поведения, определенным жестам и походке. Вы, кстати, замечали когда-нибудь, какая всегда аура уверенности присутствует у профессиональных моделей, хотя на самом деле они могут очень сильно переживать и беспокоиться. Но мы будем видеть только уверенную и привлекательную девушку. Поэтому, если вам произойдет какое-то важное мероприятие, и долгое время придется провести на каблуках, то советую заранее взять пластырь и склеить вместе средние и безымянные пальцы на ногах. Считается, что именно между этими пальцами располагается нерв, который и вызывает чувство боли при надавливании. Волосы. Когда мы говорим о женственности и красоте, то часто имеем в виду какие-то общепринятые стандарты. Например, у девушки фигуры 90-60-90 или губы не тонкие, а обязательно полные. Но я думаю, что важнее найти то, что делало бы прекраснее именно вас. Я, например, постоянно обращаю внимание на волосы. И если сейчас утро и вы только проснулись, то, скорее всего, у вас будет похожая ситуация. У меня длинные и окрашенные волосы, поэтому схема помыла-расчесал в моем случае не прокатывает. Но только если я не захочу дреды. Поэтому нужно взять небольшой флакончик с пульверизатором, налить туда воды и добавить в нее немного кокосового масла. Пару раз встряхнуть, чтобы хорошо перемешать, распылить по всей длине и расчесаться. Ну, теперь я спокойна. Волосы перестали пушиться, стали блестящими и здоровыми. По крайней мере на сегодня. Чистая кожа. При любом общении невозможно не обреть внимание на лицо, а конкретнее на кожу лица. Вы когда-нибудь видели, как выглядят кореянки? Ни прыщика, ни пигментного пятнышка. Кожа как будто бы светится изнутри. Тоже так хочу. Но поскольку я не кореянка, то на моем лице иногда может неожиданно появиться прыщик. В такой ситуации мне помогают обычные глазные капли. Нужно налить несколько капель на ватный диск и убрать его на 5 минут в морозилку. Когда это время пройдет, нужно достать ватный диск, быстро приложить его к прыщику и немного подержать. Буквально через пару минут краснота спадет. И хотя этот способ не может заставить покраснение раствориться в воздухе, что, конечно, не может не разочаровывать, его хотя бы будет легче замаскировать. Например, консилером. Надеюсь, что мои советы помогут вам почувствовать себя увереннее, оценить, наконец, по достоинству свою индивидуальность и начать больше себе нравиться. Ставьте лайк, если мне удалось хоть немножечко вдохновить на вас на то, чтобы перестать искать недостатки, а начать присматриваться к себе. И пишите в комментариях, какие советы из этого видео вы точно возьмете на вооружение. Всего хорошего и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok